Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать в мои диванные гитарные размышления. Сажусь в пот у Достоевского, чтобы начинать размышлять. Итак, давеча опубликовал я видос, где рассказывал и показывал вот такой замечательный инструмент. Его смастерил у себя в гараже наш питерский лютье, теперь уже можно сказать, Александр. Ну так вот, не все так просто, однако. Я, прежде чем показать и рассказать об этом инструменте, дал послушать людям вот этот вот инструмент. Это Gibson Les Paul Custom. Дорогущая гитара, между прочим. И вот этот инструмент, Кузьма аж ебнулся, блядь, в обморок упал. Это ZUR Modern. Давай, Кузьма, ты уж себя в руки возьми. Все-таки видео снимаем. Ну так вот, опять его перебрал Кузьма. Ну так вот, однако, фишка в том, что звука Gibson на видео не было. Был звук только этой гитары, ZUR Modern, и вот этой. То есть я подложил на монтаже звук этой гитары и сделал так, что пальцы играют на Gibson, а звук звучит от этой гитары. И попросил людей написать свои комментарии, что они думают по поводу каждого из этих инструментов. Ну вот, кучу я положил, естественно, шутливых комментариев, ну потому что я веду свой блог в такой шутливой манере. Всем вам спасибо, дорогие друзья, за ваши шутки-прибаутки. Но я заметил много серьезных комментариев. Вот, например, Lennox пишет. На Gibson звук яркий, приятно теплый. На Zuhre звук насыщенный, но чуть более холодный, чем у Gibson. То есть, понимаете, вот эта гитара, вот это вот, внимание, обладает звуком ярким, но в то же время приятно теплым. Вы поняли, да? Поняли фишку? Дальше. Значит, Егор АА. Ну, у Gibson или с полкастома звук более сочный. А у ZUR Modern в сравнении с кастомом, ну какой-то тусклый, блядь, понимаете? В чем фишка? Вот у этого инструмента звук более сочный, чем у Zuhre. Давайте еще. Я просто выписал свои любимые комментарии, которые меня тронули до глубины души. Семен Голубев пишет. Хороший, средней глубины. А вот у Zuhre басовее и глубже звук. То есть, у этой гитары звук хороший, но он средней глубины. А вот у гитары Zuhre более басовитый звук. Понимаете, в чем прикол? Значит, Шерзот Джи пишет. Низов столько, что можно до ядра земли до стучаться эти гитары. Это про Лиспол Кастом. Ну, то есть, вот Лиспол Кастом. С этой гитарой не стыдно выступать в коммерческих группах. Все на уровне. Это уже про ZUR. Ну, конечно, не стыдно. Стоит ахулиард денег, блядь. Лорута. Теплый, глухой, яркий, подгруженный. То есть, теплый. Вот этот. Гибсон Лиспол Кастом. Вот я буду показывать на эту гитару Гибсон Лиспол Кастом. А здесь яркий и подгруженный. Количество гейна одинаковое было. Так, дальше. Владислав Салтыков. Там он много чего написал. Я подытожу за него. Значит, здесь звук олдскульный. Ну, то есть, алюминиевая вот эта вот бодяга, да. Вот этот каркас алюминиевый, на который дотянуты струны. Это олдскульный звук. А здесь звук у гитары Zuhar более теплый. Вот интересно как. Теперь Unusional 1502 пишет Unusual. Да. Теплый, уютный. Теперь уже эта гитара наделяется такой характеристикой. А вот яркий и искрящийся уже у этой. Ну, тут он явно, конечно, подстябывает. Потому что я говорил про яркий и искрящийся звук. Наверняка там в видео это... Ладно, дальше. Например, Як Собаки. Бархатный звук. Ух. А вот серый и неприметный у гитары Zuhar. Ну, на самом деле, множество, множество комментариев поступило. Было написано под тем видео. И кто-то говорит, что более низастый звук у Гибсона Леспола. Кто-то говорит, что более низастый у гитары Zuhar. Кто-то говорит, что Леспол больше выдает гейна. Кто-то говорит, нет, вот этот вот перегружает усилитель. То есть, вполне такие даже понятные, без вдавания, в какие-то метафизические области вещи, как гейн, перегруз, низа, верха. Блядь. Тоже люди каждый воспринимает по-своему. Так что же мы слышим, когда мы слышим гитару, друзья мои? Вот, еще раз повторяю. Показываешь людям гитару Гибсон Леспол, но звук даешь послушать не Гибсон Леспол, а вот какого-то нечто, которое собрано в гараже из алюминиевых каких-то палочек. И струны здесь, кстати говоря, это отдельный пиздец. Я вот ослаблял струны, а они так, какая-то струна, а буквой Г начинает топорщиться. И в общем, черти что. И что в итоге? Что в итоге у нас получается? По каким вообще понятиям живет гитарный мир? Это же удивительно. Вы представляете, это такое дело, такое нечто интересное. То есть, люди слышат то, что в реальности происходит только в их голове. Как это интересно. Вот вся гитарная индустрия построена на том, что гитаристам продают звук. Им не продают какие-то там точные характеристики, то, сё, там, пятый, ся. Им продают именно звук, который построен именно на вот дереве, например, который используется для создания электрогитары. Вот не зря Пол Ритт Смит ходит у себя там по конторе и стучит в деревяшки. Не зря, потому что мы, гитаристы, голосуем рублем и выбираем Пол Ритт Смита, который колотит деревяшки и говорит, смотрите, как звучит. Смотрите, как звучит. Во! И при этом мы не можем отличить гитару, сделанную из дерева. Да ладно, там гибсон ли с пол, хуй просто, блядь, гитару с корпусом из дерева мы не можем отличить в слепом тесте от гитары, сделанной из алюминия. Слушайте, вам не кажется это очень... Да я даже слов подобрать не могу, блядь. Это не то, что удивительно. Это не то, что восхитительно. Это не то, что, блядь, мозгоразрывающее. Это просто, по-моему, пиздец. Ну, то есть, грубо говоря, вот представьте себе ситуацию. Вы приходите в какой-нибудь магазин выбирать себе чай. И выбираете себе, например, ромашку, выбираете себе Иван-чай, зеленый какой-нибудь молочный улун покупаете и черный цейлонский. Приходите домой, и в разных упаковках у вас оказываются, блядь, ногти, которые продавец стрижет там, блядь, и вся его семья. Они в пакетики складывают эти ногти. И вы их завариваете, эти ногти обстрижные, пьете так. Ух, какая ромашка! Ой! Ну-ка попробуем молочный улун. О, да! Вот это интересно, молочный улун. Ведь вряд ли такая ситуация, согласитесь, возможно, с гитарами именно так. Вот можно спокойно делать гитары из-за любиния, из какой-то вот... Вот что это такое за ободок, скажите, блядь? У меня такое опасение, что похоже на обечайку от советского стула. И, пожалуйста, люди слушают и такие... О, да! Этот звук глубокий, бархатистый и, в общем-то, очень винтажный, да. Ну, хули, ёб твою мать, классика, блядь. И платим мы за это деньги, за эти вот ногти, которые нам стригут в стакан и завариваем мы, которые потом... Да хуя бабок! Вот сколько стоит эта гитара? Да нисколько она не стоит. Её вот Александр взял и сделал сам для себя бесплатно из алюмиевых, значит, каких-то кусков. Ну, конечно, там это всё денег стоит, там себестоимость есть. Тем более, самое главное, это время, которое на это затрачено. И умение, которое нужно иметь, чтобы всё это выпилить. Выпилить это понятно. Но я думаю, ни в какое сравнение она не может идти со стоимостью ни этой гитары, ни этой. Да, эта гитара, это просто такой, скажем, это не гитара, по совести-то сказать. Это прототип, такой испытательный стенд для отработки технологии. Вот, если честно, то я бы назвал это так. Это вот такой прототип, на котором можно отрабатывать там, а что если сделать так, а что если так. Вот, ага, хорошо, плохо, но ведь продают-то нам именно звучание. А по звучанию вот эта гитара, я могу опять открыть комментарии и начать читать. И опять, можете сами угореть, переходите по ссылке в описании, там вот это предыдущее видео. И почитайте комментарии, какие будут восхитительные. Продается-то нам звук, что вот это вот удивительно. Мы покупаем, когда электрогитару дорогущую, мы типа покупаем вместе с ней звук. Вот, был у меня обзор на Zuhar. Не на этот Zuhar, а на предыдущий, на Zuhar Standard Pro. Вот, и там гитара была, конечно, ну, если здесь просто торчат лады и машинка, если струны опустить вниз, будет тыкаться в заднюю крышку, то там все было покруче. Там, например, пластик был взбабученный, и волчков было, волчки, мертвые ноты. То есть, это все было в таком очень ужасающем, пугающем количестве. Опять же, можете посмотреть, все это лежит в открытом доступе. И мне сразу советчики пишут в комментариях. Глеб, возьми, знаешь что, если машинка бьется, например, вот сюда, смотри. Если сюда упираются вот эти вот пружины-зацепы, возьми фрезером, господи, отпили и все, и будет у тебя охуенная гитара. Я такой, а, интересно, интересно так. Хороший, да, заход взять на гитаре за охуели арт денег, фрезернуть там что-нибудь, чтобы от... Глеб, лады царапаются, возьми, господи, там отшлифуй. Я так думаю, а, нормальный заход на гитаре за охуели арт денег. Мне там еще пемзой пяточные лады оттирать. Ну, хорошо. Глеб, взбабучилась накладка, господи, возьми там что-нибудь еще сделай. Глеб, волчки, мертвые ноты. Тогда тебе нужно выфрезеровать в деке, значит, какую-нибудь область, и попробуй залепить ее пластилином. Потом попробуй на головку привезь, привинти разные грузики. И вот так вот. Здесь кусок, значит, откоцали, послушали, пластилином залепили, здесь грузик привинтили, дырочку высвалили, ага, так, так, так. И хорошо, представим, представим, что таким образом я избавился от волчков, от мертвых нот, там, просто гитара звучит идеально. Но у нее, блядь, полжопы нету, здесь пластилин, здесь какие-то привинченные гайки, которые утяжеляют гриф, чтобы все в балансе было, все звучало как ровно, как сатана вообще, как миди-гитара, чтобы... И представьте себе, вот на Авито два предложения. Один такой, Зур, где все идеально, ни одной козки, вообще все просто, ну, пиздец. Как с завода, вот, один и другой точно такой же, но у которого полжопы нет, оттуда кусок пластилина, тут гайки какие-то, тут дырки. Зато вот у этого все с завода, но у того мертвых нот нет, волчков нет, работает все идеально. Как вы думаете, за сколько удастся продать одну и другую гитару? А? Правильно, правильно. И эту удастся продать за максимально возможные деньги, а ту придется продавать, ну, блядь, за 10% от стоимости. Так вот я, наобум. 10-15% от стоимости, потому что это уже будет не гитара, а... Ну, как бы, как покупатель на это взглянет. Это уже не гитара, а какой-то постапокалиптический хлам, с которым хуй знает, что делать. Хорошо, если название Зухар останется на башке, и все. Вот, друзья мои, за что мы платим деньги? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, за что, блядь, мы платим деньги? Понимаете, по звуку мы не можем отличить просто гитару, сделанную в гараже, от гитары, которая сделана на самом известном заводе, в самой-самой известной стране в мире, это в Америке. На заводе Гибсон сделали самую свою крутую респал-модель. И, пожалуйста, эта гитара конкурирует в умах, так скажем, слушателей с электрогитарой Зур. Кто-то говорит, что нет, Зур лучше все-таки, кто-то говорит, что нет, все-таки Лиспол это классика, ее не перешибешь ничем, но никто не догадывается, что, блядь, вместо Лиспола звучит алюминиевая хрень, которая слеплена у нас тут в Питере в гараже. Друзья мои, за что мы платим деньги? Мне интересно почитать ваши комментарии перед стримом. Все, я люблю вас, целую, обнимаю. Всем пока! Ятийская сила! Субтитры сделал DimaTorzok